В Энгельсе появилось футбольное поле с искусственным покрытием. Это не только универсальная база для тренировок воспитанников местной спортшколы, но и пример успешного партнерства государства и частного бизнеса. Какие перспективы открываются перед энгельскими футболистами на стадионе Торпедо в нашем следующем репортаже. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По спецпрограмме приобретение искусственных покрытий для футбольных полей. Львиную долю всей суммы, необходимой на реконструкцию стадиона, а это более 29 миллионов рублей, оплатили спонсоры. Главным образом здесь будут играть футбол воспитанники энгельской спортшколы «Юность», а в непогоду и зимой профессионалы местной команды «Искра». У энгельской школы футбола появился шанс вновь напомнить о себе и вернуть славу в 80-х и 90-х, когда ваши команды становились неоднократными чемпионами региона. Первый раз на искусственном поле я играл, дай бог памяти, в 77-м году в Москве на турнире спартаковских команд. Как вратарю это радостно, когда под тобой не ямы, не ухабы, а настоящий бильярдный стол. Синтетическая трава отечественного производства. Размер поля стандартный – 110 на 70 метров. Подходит для всех видов матчей и уровней соревнований. Это покрытие с системой подогрева. Под травкой проходят закатанные в бетон трубы. Но этой зимой тепла не будет. Строительство индивидуального теплового пункта запланировано на следующий год. В тепловом пункте, соответственно, теплообменник, через который будет проходить специальная жидкость, тиленгликоль 40-процентный, которая не замерзающая жидкость. Эта жидкость будет греть, проходить по трубам и обогревать поле. Специалисты говорят, что содержать поле с подогревом недешево, сравнимо с затратами на отопление пятиэтажного дома. Приступить к монтажу теплового пункта на торпедо обещают весной. И тогда же предстоит второй этап реконструкции. Здесь заменят освещение и ограждение, а также реконструируют трибуны.